Осенний этап продажи туристических пакетов с кэшбэком стартует 25 августа и коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Об этом сообщил во время совещания по развитию индустрии туризма и гостеприимства Горно-Алтайский глава правительства Михаил Мишустин. И сегодня я хочу объявить о старте осеннего этапа. Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку, а если говорить о круизах, то с 1 сентября и до, соответственно, завершения навигационного периода. Уже 25 августа начнутся продажи таких туров. В программе участвуют все регионы страны. Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуется около 600 тысяч человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят. С этого осеннего этапа в программе есть изменения. Теперь в программе принимают участие путешествия от трех ночей. Это по-прежнему позволяет ездить в поездки выходного дня. И по поручению президента вводится повышенный кэшбэк на поездки в регионы Дальнего Востока. Еще об одном решении. По поручению президента правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет 20% от стоимости путевки до 40 тысяч рублей. Совсем недавно это было 20 тысячами рублей. Программу кэшбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года для поддержки российской туристической отрасли на фоне пандемии COVID-19. Получить кэшбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченной картой МИР. Размер кэшбэка 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Благодаря программе число внутренних туристов России под данным на начало августа достигло 34 миллионов человек, а к концу года может составить 61 миллион. Текущий показатель превышает показатели и прошлого года, и даже до пандемийного 2019-го. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.